Приветствую! В реестре судебных решений есть интересное решение суда, которое касается вопроса выезда мужчины из Украины во время военного положения при условии, что у мужчины есть супруга с инвалидностью третьей группы. При этом данное решение касается не выезда в качестве сопровождающего, а выезда в принципе на том лишь основании, что у мужчины есть супруга с инвалидностью третьей группы. И, собственно говоря, разбору данного решения мы сейчас и посвятим с вами время. Итак, данное решение вынес Закарпатский окружной административный суд и вот здесь, друзья, кстати, параллельно можно ответить еще на один вопрос, а как быстро суды рассматривают иски. И вот здесь, если мы посмотрим на это дело, то мы видим, что 27 июня человек обратился с исковым заявлением, а уже 18 августа было вынесено решение. То есть от момента обращения до вынесения решения прошло менее двух месяцев. В чем же суть спора? Суть спора в следующем. Мужчина пытался пересечь границу на том основании, что у него супруга имеет инвалидность третьей группы. И он предоставил документы, подтверждающие, что они находятся в браке, соответственно, свидетельство о браке и справку МСЭК супруги. Естественно, пограничники его не пропустили. И не пропустили они в связи с тем, что согласно пункту 2.1 правил пересечения госграницы, можно выезжать только в сопровождении инвалида первой либо второй группы. Ну а он ехал сам и инвалидность третьей группы, поэтому вообще никаких вопросов тут и вариантов выехать быть не может. С точки зрения пограничников. Как мы видим, человек с этим не согласился. Он обжаловал и обжаловал на том основании, что согласно пункту 2.6 правил пересечения границы, в том случае, если вводится военное положение на территории Украины, то могут выезжать люди, которые не подлежат призыву на воинскую службу во время мобилизации. Да, такое правило содержится в пункте 2.6, то есть если ты согласно закона о мобилизационной подготовке и мобилизации в Украине не подлежишь призыву, то, соответственно, ты имеешь право на выезд. Так записано в пункте 2.6 правил. Ну, там, за некоторыми исключениями, которые касаются студентов и которые касаются родственников погибших во время проведения антитеррористической операции сначала, да, а потом уже избройной агрессии. Так вот, данный мужчина ссылался на то, что согласно пункту 2.6 правил пересечения границы, он имеет право на выезд. И здесь, собственно говоря, с ним сложно поспорить. Что же решил суд? Вот посмотрим, да, обоснование суда здесь достаточно большое, читать много, долго, кто захочет. Ссылочку на данное решение я, естественно, оставлю в описании к данному видео. Ну, вы видите, здесь много читать. Чтобы не занимать ваше время, скажу следующее. Два интересных вывода в этом решении суда есть. Вывод номер один. Суд признает в этом решении законность запрета на выезд из Украины. То есть принципиально суд считает, что тот запрет, который существует на сегодняшний день, он законный. И обосновывает это. К этому обоснованию у меня есть вопросы. И, на мой взгляд, там немножечко нарушены в одном месте логические связи. Сделан ложный вывод. И в результате, безусловно, получился законный запрет. Но что касается самого требования человека, то суд приходит к выставку о том, что отказ в пересечении государственной границы человеку, мужчине, у которого жена имеет третью группу, незаконен. И если мы посмотрим, вывод суда, иск удовлетворить полностью и отменить решение ДПСУ о запрете на выезд из Украины. Конечно же, вас интересует вопрос, а выехал ли данный человек на сегодняшний день? Нет, не выехал. К сожалению, не выехал. Почему? Потому что данное решение было оспорено. Данное решение суда, оно набирает законную силу только после того, как прошел срок на апелляционное обжалование. И на сегодняшний день ДПСУ обратилась в апелляционный административный суд с жалобой, с апелляционной жалобой на это решение. Решения апелляционной инстанции еще нет. Но, безусловно, для нас уже позитивной практикой является то, что суды первой инстанции признают хотя бы частично, хотя бы в некоторых случаях отказы на выезд из Украины такими, которые противоречат действующему законодательству. А это говорит для нас следующее. Нужно обращаться в суд. Нужно защищать свои права. И, как мы видим, как минимум решение первой инстанции получено относительно быстро. Там не прошло даже двух месяцев. И, конечно же, друзья, может показаться, что два месяца почти прошло. Это долго. Но это долго было в тех условиях, когда мы надеялись, что вот-вот все закончится и будут отменены эти ограничения. На сегодняшний день, когда даже в РФ объявлена мобилизация, мы понимаем, что в ближайшее время это все не закончится. И для многих людей обращение в суд, по сути, является единственным шансом на выезд из Украины. Ну, если это входит вообще в планы человека, соответственно. Друзья, поэтому, если вы готовы отстаивать свои права, отстаивайте их. И, как мы видим, суды в определенных случаях идут нам навстречу. На этом все. С вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поделитесь им, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. Также, друзья, напоминаю, что я создал телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к этому видео. Подписывайтесь, и вы будете получать больше новостей, чем есть на ютуб-канале. И, соответственно, будете получать уведомления о новых видео уже на ютуб-канале. Друзья, желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока!